Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Смотри и Знай. Приходила ли вам в голову идея отказаться от сахара? Можно ли навсегда исключить сахар из рациона? Как это повлияет на организм? Похудеете ли вы в результате такого отказа? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, досмотрите наше видео до конца. Когда сахар попадает в наш организм, он распадается на два фермента – фруктозу и глюкозу. Глюкоза является источником энергии для нас. Она необходима для мозга, мышц и правильной работы всех внутренних органов. Если же организм не получает глюкозу, человек ощущает слабость, начинаются проблемы с концентрацией внимания, а в некоторых случаях возможна потеря сознания. При длительном недостатке этого фермента тело начинает истощаться и нарушается вся работа пищеварительной системы. В нашем современном мире большую часть глюкозы мы получаем именно в виде сахара. Так что же будет с нашим организмом, если совсем исключить сахар? Сахар в том виде, каким мы привыкли его видеть, стал доступным только в конце 19 века. До этого его производили в очень малых количествах, а уж о каждодневном употреблении и речи не было. Однако люди не умирали, не падали в обмороке, а наоборот были полны сил и энергии для различных географических и интеллектуальных прорывов. Так чем же все-таки вреден сахар? Давайте разберемся. Средняя норма потребления сахара в России составляет 100 грамм, но диетологи рекомендуют сократить это количество до 30 граммов в сутки. Но такая сладкая жизнь имеет свои довольно горькие последствия. В каждой ложке сахара содержится примерно 20-30 калорий, которые организм не расходует, а значит они превращаются в жировые отложения, что увеличивает наш вес и в дальнейшем может привести к ожирению или даже сахарному диабету. Также страдают и наши зубы, так как потребление сахара разрушает зубную эмаль, создавая благоприятные условия для размножения бактерий. Получая сахар, наш организм начинает активную работу для расщепления и выведения сладостей. При таком процессе все органы испытывают повышенную нагрузку, что может привести к их неправильной работе. Чем вредно излишнее потребление сахара мы разобрали? А в чем же состоит польза разумного потребления? Во-первых, глюкоза поддерживает многие жизненно важные процессы в организме, такие как нормализированный углеводный обмен и, самое главное, правильная работа мозга. При дефиците глюкозы мозг работает медленнее, возможно появление агрессии и раздражительности. Но просто скушать кусок торта не является решением проблемы. Глюкоза содержится не только в сладких угощениях и сахаре. Глюкоза – это природный углевод, который в большом количестве находится в фруктах и сладких овощах. Также мед, орехи и молочные продукты отличаются содержанием этого фермента. Если потреблять вышеперечисленные продукты, это позволит организму получить необходимую ему дозу глюкозы и вместе с тем фруктозу и лактозу, которые тоже необходимы для нормальной работы организма. Но наверняка каждый из вас знает, что отказаться от сладости не так-то легко. Все дело в том, что когда мы едим сахар, в нашем мозгу вырабатываются такие гормоны, как серотонин и дофамин. Их также называют гормонами удовольствия. Поэтому сахар вызывает у нас привыкание, как наркотики. Поэтому отказ от сладкого вызывает определенный дискомфорт. Снижается работоспособность, возможно появление раздражительности и бессонницы. Если приложить усилия, то все эти симптомы исчезнут через три недели, а ваше самочувствие и настроение улучшатся. Также можно не совсем отказаться от сахара, а лишь убрать его из рациона в чистом виде. Это поможет избавиться и от лишнего веса и укрепить здоровье. Сахар в чистом виде мы чаще всего добавляем в чай и кофе. Но истинные ценители этих продуктов уверены, что сахар только портит вкусовые качества. И нужно наслаждаться естественными вкусами этих напитков. Этот вкус нужно научиться чувствовать, и тогда вам будет гораздо легче отказаться от добавления сахара. Но тут также стоит учитывать, что нужно пить хороший ароматный чай и кофе. Также многие отказываются от сахара, который содержится в продуктах питания. На самом деле производители намеренно используют сахар для улучшения вкуса своих относительно недорогих продуктов, таких как кондитерские изделия, маринованные овощи, колбасы, кетчуп и майонез. Таким образом список покупаемых продуктов в супермаркете, конечно же, может сократиться. Но это не составит особых сложностей для составления нового рациона питания. Исключив из каждодневного потребления колбасу, соуса длительного хранения и другие сахаросодержащие продукты, вы снизите риск заболевания сахарным диабетом и ожирением. Чтобы обеспечить организм необходимым количеством энергии, в рационе должны присутствовать крупы, мясо, рыба, а также овощи и фрукты. Итак, давайте посмотрим, какие преимущества вы получите, отказавшись от сахара. Во-первых, исследования доказали, что это самая эффективная профилактика сахарного диабета. Также это легко облегчит вам контроль за массой тела, так как сладкая продукция утоляет голод всего лишь на 40 минут. А если заменить ее на, допустим, нежирное мясо с небольшим количеством овощей, то это насытит вас примерно на 3 часа. Также, исключив сахар из рациона, вы будете дольше оставаться физически активным и сохранять ясность ума. А вот подросткам отказ от сладкого поможет уменьшить количество нежелательных высыпаний на коже. Но и людям, уже прошедшим подростковый возраст, вывод сахара поможет сделать цвет лица более здоровым, а также отсрочить время появления морщин. Отказ от сахара – это очень трудоемкий процесс, требующий силы воли. Мы собрали для вас простые советы, которые помогут облегчить этот процесс. Первое. Если у вас есть заболевания почек, печени или желудочно-кишечного тракта, не нужно самостоятельно корректировать рацион питания. Лучше всего обратиться к специалисту. Также, если ваш вес больше или меньше положенного, самостоятельно вводить или убирать какие-либо продукты из рациона не советую. Если подросток решил отказаться от сахара, то родителям нужно проследить, чтобы пища была достаточно калорийной для обеспечения должной энергии растущего организма. Второе. Чтобы полностью исключить сладкое, нужно пройти тяжелый путь соблазнов. Но если у вас есть четкое понимание, зачем вы лишаете себя такого удовольствия, риск сорваться будет немного меньше. Поймите, что сахар – это не только лишние килограммы, но и осложнение с контролем аппетита, пищеварительной системой, сердцем и другими органами. Третье. У людей, которые привыкли чай и кофе пить не сладким, не любят конфеты и шоколадки, не возникает мысли убрать сахар из рациона, потому что его воздействие на организм незначительно, а сладкоежкам отказ от десерта дается намного сложнее. Поэтому лучше всего отказываться от излюбленных продуктов постепенно. Четвертое. Внимательно изучайте состав продуктов. Так как если вы перестали пить сладкий чай и заменили его соком, в такой замене смысла не будет, потому что сок и другие продукты очень богаты сахарозой. Откажитесь от полуфабрикатов и попробуйте приготовить их аналоги дома. Так вы исключите нежелательное попадание сахара в организм. Пятое. Если отказ от сладкого проходит совсем мучительно, можно попробовать сахарозаменитель. Его можно приобрести в любой аптеке. Шестое. Также можно попробовать заменить сахар на натуральное сладкое. Мед, сухофрукты или свежие овощи и фрукты вполне для этого подойдут. Но если вы преследуете цель снижения веса, то количество таких продуктов тоже следует ограничивать. Седьмое. Если вы убираете сахар из рациона, то нужно позаботиться о том, чтобы организм получал необходимое количество сложных углеводов. Для этого отлично подойдут натуральные специи, натуральный горький шоколад и морепродукты. Восьмое. Уберите из дома все запасы сладкого. Не нужно хранить его до прихода гостей или на всякий случай. Так вы исключите возможность соблазна. Девятое. Поделитесь своим решением с родственниками и друзьями. Поддержка близких людей поможет легче перенести разлуку со сладким. Десятое. Будьте осторожнее с употреблением алкоголя. Такие напитки содержат сахарозу, что может напомнить организму о любимых сладких привычках. Помимо этого, даже при незначительном опьянении сложно устоять от искушения съесть что-нибудь сладкое. Дальнейший выбор, конечно же, остается за вами. Сегодня на этом все. Всем до новых встреч и будьте здоровы!